Вот 2005 год прозвучал, я сразу вспомнил, что именно на этот период, где-то середина нулевых, приходится остановка вашей такой онлайновой активности, сайт именной перестал обновляться и в живом журнале вы тоже с тех пор уже не пишете ничего, последняя запись датирована именно тем периодом. Я просто жалею время свое и как-то не очень люблю сидеть в интернете, что касается сайта, мне сделал его такой Володя Липко, который обещал за ним следить, какое-то время последил-последил, а потом забросил, сам я следить за ним не хочу и мне это не очень нужно. Что касается живого журнала, то если отбросить тех, кто называет меня и считает меня идиотом на одном полюсе, а на другом полюсе те, кто считает гением, то и то отбросить, то остается серединка. А серединка это оказались люди, которых я хорошо знаю, так я подумал, зачем я буду переписываться с ними в живом журнале, когда я могу сесть за стол, выпиваясь с ними, все обсудить. Поэтому и плюс был человек, девушка, которая печатала то, что я наговаривал, а я пишу по-прежнему ручкой, потом это наговариваю, потом читаю, что так я делаю свои и свои книги, и мне это нравится, потому что я слышу, что я написал, потом вижу печатные буквы, процесс писания чернилами мне очень нравится и прочее. Потом она пропала, и я как-то понял, что... Девушки пропадают иногда, да? Потом какие-то, да, потом какие-то появились такие антисемитские тексты, я понял, что мне это как-то стало неинтересно, очень много я стал переживать, человек, я чувствительный, я думаю, зачем мне, я буду тратить нервы на все, на это, я плюнул и все. И поэтому вы эмигрировали в Венецию, где есть памятник Петровичу. Да, да, да. В Венецию стоит памятник Петровичу, я там бываю довольно часто и живу с удовольствием, это как бы для меня такая вот, мне там всегда хорошо в любую погоду. А что касается интернета, то каждую неделю я выкладываю в своем блоге свои картинки и тексты еженедельные, и в одном месте, и в другом, поэтому в интернете у меня тоже, и в фейсбук. Вы сами занимаетесь, или тоже девушка какая-нибудь? В фейсбук все выкладывает жена моего сына Антона, она этим занимается, я говорю, было же это, было же это, было же этот текст, перепасти то, и она это делает, потому что делает это она секундно, моментально и прочее, чем учится мне. Не политкорректно, но без злого умысла, иронично, но без сарказма, пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. Додолев. Субтитры сделал DimaTorzok